Керчь и Евпатория, Джанкой, Армянск и Красноперекопск, Ялта, Алушта, Судак, Симферополь и Севастополь. Города великой страны. Продолжаем эфир. 13.05. Светлана Разина у микрофона. Сегодня понедельник, 11 июля. И, как и обещала, сейчас будем вспоминать историю. К сожалению, вспоминать будем трагический момент нашей истории. 11 июля 1941 года началась героическая и очень, как я уже сказала, трагическая оборона города Киева, повлиявшая на дальнейшее развитие событий Великой Отечественной войны. Битва под Киевом или Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года – это крупномасштабные боевые действия советских войск по обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков. Вспоминать историю сегодня будем с нашим гостем в студии доктора исторических наук, профессор кафедры истории России, исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Ишин. Андрей Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Давайте вспомним события 11 июля 1941 года и те события, которые им предшествовали обороне Киева. Как она начиналась, чьими силами и какие главные личности и персоналии можно сегодня назвать, которые принимали участие в этой обороне? Спасибо. Ну, я бы начал вот с такой немаловажной детали. Как мы знаем, среди перечней наград Советского государства бойцам и командирам отличившимся в годы Великой Отечественной войны была и медаль за оборону Киева. Так вот, эта медаль появилась уже задолго после окончания Великой Отечественной войны, когда у власти в Советском Союзе находился Хрущев в 1961 году. Появилась медаль за оборону Киева. И этой медалью было награждено чуть более 100 тысяч человек. То есть, цифра очень маленькая. Вот если сравнить медалью за оборону Москвы, наградили в годы Великой Отечественной войны, она появилась, там больше миллиона человек. А за оборону Киева чуть больше 100 тысяч. Теперь награждали и ополченцев, и партизан, то есть, всех, кто участвовал каким-то образом в этих трагических героических событиях. Почему медаль так поздно появилась? А во-вторых, почему так мало людей было награждено? Вот с этого я бы, собственно, и начал. Потому что это трагическая, вместе с тем героическая, конечно, страница нашей отечественной истории обороны Киева. И почему она началась 11 июля? Потому что как раз 11 июля части 5-й армии, которая обороняла северные рубежи Киевского укрепрайона во главе с Михаилом Ивановичем Потаповым, вступили в боевое соприкосновение с 13-й танковой дивизией Вермахта. Первая танковая группа, которой командовал Клейс, кстати, единственный из фельдмаршалов фашистской Германии, который умер в советском плену. Тоже интересный момент. И вот в ходе этого соприкосновения немцы были отброшены. Дальше события разворачивались. 13 июля еще более упорные бои развязались. Удалось взорвать мосты через Припять. И путем умелоорганизованных контрударов генералом Потаповым, кстати говоря, тоже интересная деталь, он попал в плен после этих трагических событий, всю войну провел в плену. И когда фашисты его допрашивали, он говорил исключительно об тех операциях, которые давно завершились. Он не говорил ни о планах командования на текущий момент, когда он попал в плен, ни о будущих планах. И вот это мужество Потапову было учтено верховным главнокомандованием. Сталин практически его простил, несмотря на то, что он всю войну провел в плену. Ему возвратили все звания, статус, положение, и он продолжил вказать в высший командный состав нашей армии уже после окончания Великой Отечественной войны. Тоже интересная деталь. Так вот, путем умелоорганизованных контрударов удалось повернуть 9 дивизий и таким образом перевести оборону Киева в такую затяжную фазу. А зачем, даже не то чтобы зачем, а что выиграли, но все-таки это было еще начало войны, я думаю, вы еще нам расскажете о том, какой была Красная Армия на тот момент. Безусловно, это ключевой вопрос. Да, что выиграли вот этим временем обороны, потому что оборона длилась до сентября, оборона Киева 41-го года. Ну, если говорить строго, она длилась с 11-го, по некоторым данным, с 7-го, некоторые с 7-го начинают уже датировку, начало обороны Киева, июля, по 26-е сентября 1941 года, 82 суток продолжалась эта оборона. Глубина фронта 600 километров, по протяженности 300 километров. То есть это огромное, огромное пространство. И, конечно, совершенно очевидно, что отвлекались огромные силы и с нашей стороны на оборону Киева, и со стороны нашего противника. И участвовала вот в этой операции группа армий Юг во главе с Трунштадтом, и группа армий Центр во главе с фонд Букунув. Там фактически была выделена вторая танковая группа во главе с Гудерианом. То есть, иными словами, гитлеровцы отвлекали значительную часть своих сил, средств и ресурсов для взятия Киева. 82 дня сдерживания немецкой армии, они дали фору нашей Красной Армии и той армии, которая еще только готовилась к наступлению. То есть это были серьезные, серьезное время вот в тот момент для Красной Армии, для подготовки, оснащения и приведения ее в такой более серьезный боевой дух. Правильно я понимаю? Совершенно правильно. С нашей стороны вот в этих событиях принимали участие, ну, во-первых, конечно, это Юго-Западный фронт во главе с Михаилом Петровичем Кирпоносом, который героически погиб уже в финале этой обороны Киева. Он участвовал лично в рукопашной схватке, и потом получил тяжелейшее ранение осколком в висок и умер. Вот и начальник его штаба Тупиков тоже героически погиб. Коммунистическую партию Украину возглавлял, наверное, печально известный Хрущев. Соответственно, общее руководство осуществлялось Семеном Михайловичем Буденовым, потом 13 сентября он был заменен на маршала Тимошенко. Иными словами, вот те персонали, которые руководили обороной Киева с нашей стороны, это были люди, которые объективно совершенно, они все-таки мыслили категориями войны гражданской, Первой мировой, войны минувшей. То есть они не обладали тем передовым опытом. Вы сейчас называете факторы того, почему эта оборона была проиграна. Я не захожу к этой проблеме. Это не только, конечно, это не вина этих людей, на самом деле. Но это обстоятельства совершенно объективные. Эти люди не имели опыта этой войны моторов, современной войны, Второй мировой войны. Это люди, которые мыслили категориями войны гражданской, еще Первой мировой войны, и, соответственно, представляли себе войну именно в ключе войны минувшей. Я хочу обратить внимание на то, что в героической обороне Киева предшествовала стратегическая оборонительная операция Красной Армии, которая получила название Львовско-Черновицкой. Вот это та самая операция, в которой были задействованы наши механизированные корпуса, целый ряд этих корпусов, и 9-й, и 18-й, целый ряд других. И как раз вот в ходе этой операции мы потеряли большую часть танков на его западном направлении. То есть не просто большую часть, мы потеряли, по сути, три четверти нашего танкового парка. Это за сколько по времени? За месяц? Получается, вот с 22 июня. Вот с 22 июня по... Да, вот мы потеряли примерно, да, ну, где-то порядка трех тысяч танков. Шактически меньше, чем за месяц. Далеко не все эти танки были современными. Было потеряно такое огромное количество техники. Когда вот эти атаки мехкорпусов, ведь, по сути дела, в ходе этой операции состоялось одно из крупнейших сражений Второй мировой войны. Некоторые считают это вообще крупнейшим. Танковое сражение у Дубна и Луцка, где ряд наших мехкорпусов так и не смогли соединиться, не смогли выполнить директиву Жукова об окружении первой танковой группы во главе с Клейстом и, соответственно, нанесении эффективных контрударов. По сути дела, удары наносились очень стихийно, неорганизованно, по сути, не единым кулаком, а расставленной широкой пятерней. Очень много танков погибло в результате того, что у них заканчивалось топливо. Их просто подбивали, да, заканчивались боеприпасы. И у нас осталось чуть больше танков во время обороны Киева. На, вот представьте, на пять армий свыше 600 тысяч человек личного состава, чуть больше ста танков. А у гитлеровцев в это время было порядка двух тысяч передовых танков. Т-3, в частности, да, Т-4 там и так далее. Соответственно, с калибром орудий 50 и больше миллиметров. С хорошей броней. Вот танков закаленных вот уже в переходах с опытными водителями. У нас подавляющее большинство наших водителей танков имели опыт вождения там до пяти часов всего, навсего. То есть не было, конечно, опыта. Но сказывалось все. Не опытность, не подготовленность. И в первые же недели потеряли очень много техники. Плюс ко всему мы потеряли огромное количество авиации. У нас осталось порядка ста самолетов всего-навсего во время обороны Киева. То есть у гитлеровцев, конечно, в десятки раз превосходили по количеству самолетов, причем передовых конструкций, передовых танков, с передовыми экипажами, имевшим боевой опыт еще войны в Европе. Взятие там Парижа и так далее. У нас, соответственно, опыта, конечно, такого не было. Но здесь важно отметить еще одну очень важную деталь. Ведь очень многое зависело от общеполитической ситуации, обусловленной ходом в целом Второй мировой Великой Отечественной, как главного определяющего этапа войны. И в это время как раз устанавливались отношения с нашими будущими союзниками по антигитлеровской коалиции. И оставление Киева в этом отношении, оно означало демонстрацию нашей слабости, которая вряд ли бы позволила, по мнению высшего политического руководства СССР, союзникам после этого оказывать нам какую-то помощь. Поэтому Сталин 11 июля, он очень жестко в телеграмме Хрущева предписал оборонять Киевский укрепрайон, правый берег Днепра до последней возможности. Можно я сейчас цитату приведу как раз вот этой телеграммы, которая была отправлена в адрес Хрущева за подписью Сталина, выдержанная в резком тоне. Цитирую. «Если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск на левый берег Днепра, не будете до последней возможности защищать укрепрайоны на правом берегу Днепра, вас всех постигнет жестокая кара, как трусов и дезертиров». Характеризуют ли эти слова Киев как очень серьезный город вообще для СССР, то есть значение Киева в глазах высшего руководства страны, вот эти вот слова, которые были сказаны Сталину в адрес Хрущева. Киев имел колоссальное политическое значение, колоссальное идеологическое значение в этом отношении. Ну, главное, конечно, в том, что это был ключ в целом и к ресурсам, огромным ресурсам Украины. И я хочу просто обратить внимание, что изначально в планах в видении нашей разведки накануне войны предполагалось, что фашисты готовы нанести главный удар не через Белоруссию, а именно через Украину. То есть, очевидно, учитывался опыт предшествующих войн, в том числе, кстати говоря, и знаменитые Северные войны, вот недавно вспоминали победоносную Полтавскую битву. То есть, Украина – это клондайк ресурсов. Украина – это клондайк производственных мощностей. Украина – это клондайк сельскохозяйственных ресурсов. И поэтому Гитлер... Ну, плюс Украина – это выход еще тоже к стратегически важным регионам нашей страны. Гитлер, вопреки, кстати говоря... Крым, Одесса, поскакрас... Да, конечно, конечно. И вопреки, кстати говоря, рекомендациям некоторых своих военачальников, ну, в частности, начальника Генерального штаба сухопутных войск Гальдера, вопреки мнению генерал-полковника Гудериана, командующего второй танковой группой, группой армий «Центр», Гитлер настоял на переброске значительных сил с группы армий «Центр» с центрального направления на юг, для того, чтобы взять Киев и захватить Украину. И сказал при этом, что «Мои генералы ничего не понимают в военной экономике». То есть Гитлер примерно стал мыслить так же, как мысль до войны еще наша разведка. И в этом отношении он считал, что Украина поможет Вермахту пополнить вот как раз ресурсную составляющую. И в этом отношении и наши руководства, и руководство фашистской Германии, в этом отношении... Они понимали прекрасное значение Киева. ...и в целом до Украины, конечно, совпало. И начиная с... Вот, кстати, Гудериан, о котором вы только что сказали, он отмечал, что захват Киева – это блестящая победа с тактической точки зрения, однако, что касается стратегии, это полнейшая фиаско. Ну, там не совсем так он писал в воспоминаниях солдата. Он более осторожно высказывался, это уже потом позднейшие интерпретации такую вот придали форму его высказываниям. На самом деле он ставил вопрос перед Гитлером очень принципиально. Он говорил о том, что задача близ Крига, конечно, главное – это взятие Москвы. Если мы отвлечем значительные силы, это переход 300-400 километров танковой группы. Это еще и моторесурс танков надо учитывать, изношенность основных несущих элементов танков того периода. Он говорил о том, что мы можем просто не успеть до наступления зимы решить главную задачу близ Крига. И в этом смысле он оказался, к счастью, для нас прав. К счастью, в том плане, что Гитлер его не послушался. И все-таки эта группа была переброшена. И 82 дня вот эти трагические и великие события обороны Киева, они, конечно, позволили нам выиграть время и укрепить рубежи на подступах к Москве, конечно же. Но если говорить о ходе этой битвы за Киев, вот что я бы отметил? Вот тут, конечно, сказались просчеты нашей военной тактики, стратегии первых недель, я бы даже сказал, войны. В чем они выражались? Они выражались в том, что вот в этих самоубийственных атаках наших крупных мехкорпусов мы потеряли огромное количество танков. Огромное количество самолетов было уничтожено еще в первые дни войны на приграничных аэродромах. Фашисты, умело используя вот эти маневры танковых и моторизированных соединений, смогли окружить, по сути, пять наших армий, которые обороняли этот район в 300 километров с севера на юг. Ну, сейчас это пятая армия, 21-я армия, 37-я, там и некоторые другие наши соединения. Иными словами, отсекали от поставок топлива, боеприпасов, вооружений. Поэтому неудивительно, к сожалению, что порядка полумиллиона наших штатов офицеров после Киевской оборонительной операции попало просто в плен. А по официальным данным нашего штаба 93-го года Вооруженных сил Российской Федерации, наши потери в этой операции составили свыше 700 тысяч человек. Свыше 700 тысяч, из которых полмиллиона оказалось в плену. Конечно, вернулось из этого количества людей подавляющее меньшинство. Потому что большинство погибало в плену, это хорошо знает по статистике. Вот сейчас вы как раз и ответили на вопрос, почему так мало медалей после 61-го года за оборону Киева было отдать. Некому было раздавать эти медали. Ну и то, что сама медаль-то появилась уже задолго после войны, говорит о том, что, конечно, высшее политическое руководство Советского государства, во главе с 81-м Сталином, было очень сильно разочаровано. И вот эта знаменитая фраза Сталина, товарищ Сталин не предатель, товарищ Сталин честный человек. Его ошибка в том, что он слишком доверился кавалеристам. Конечно, он имел в виду не кавалеристам в чистом виде, а людям, которые мыслили категориями гражданской войны, не могли так быстро перестраиваться. Не могли перестраивать свое военное мышление так быстро. И поэтому и Будённый, и Кирпонос, и другие наши командующие, которые действительно обладали этим опытом Первой мировой гражданской войны, им не хватило этого опыта, конечно, во время обороны Киева. Но не хватило не только опыта, не хватило, конечно, элементарно боеприпасов, не хватило горючего, не хватило элементарно танков, которые были в этих самоубийственных атаках мехкорпусов, конечно, потеряны. Но это тоже задержало группу Клейста на определенное время, тем не менее, эти атаки мехкорпусов, предшествующие Львовско-Черновицкой оборонительной стратегической операции. Но, тем не менее, несмотря на все эти обстоятельства, удалось где-то к 14-му, к 16-му августа под Киевом ситуацию все-таки стабилизировать. Стабилизировать каким образом? Путем ввода новых стрелковых соединений. В частности, 5-й военно-воздушной бригады, 284-й, 295-й стрелковых бригад. Даже освободили несколько населенных пунктов. Новоселовка, Чебаны там и другие населенные пункты. И удалось линию выровнять. Но когда была переброшена группа Гудериана, и она замкнула с группой Клейста, уже в начале сентября, то есть мы попали в котел. И то, о чем говорил Георгий Александрович Жуков, то, о чем он предупреждал, что надо выводить войска, иначе они будут в котле. К сожалению, вовремя это не было услышано. Директива, в конце концов, отдана была, но там еще из-за недопониманий уже на уровне Юго-Западного фронта на сутки эта директива была задержана. В результате вот такие страшные потери мы там понесли. Но вместе с тем мне бы хотелось отметить то обстоятельство, что, конечно, гитлеровцы тоже понесли определенные потери. Там где-то порядка 130 тысяч потери гитлеровцы составляли. Но, конечно, они потеряли определенное количество и танков, и самолетов. Конечно, не такой катастрофист, как у нас. Но, тем не менее, главное, они потеряли темпы. Они получили ключ к Украине. И действительно, в 1941 году Украина в целом была захвачена. 2 ноября был захвачен и Крымский полуостров, кроме Севастополя, который героически сражался, как мы знаем, 250 дней. Была захвачена еще раньше Одесса. Был захвачен Харьков. Был захвачен в целом Донбасс. Но это дало нам возможность перегруппироваться. И уже, учтя эти страшные уроки, выстраивать линии на подступах к Москве. Линии обороны. В рамках отдельных, вот как мы их сейчас уже выделяем, отдельных сражений, это было самое большое поражение Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Я бы вообще не говорил о поражении. Дело в том, что поражение, в моем понимании, измеряется конечным результатом. И, наверное, глубоко символично, что как раз многие командиры и бойцы, которые участвовали в этой страде обороны Киева, они потом и Берлин-то брали. Поэтому все-таки это было не поражение, это была, наверное, крупная военная неудача первого периода войны, но неудача, которая имела свою оборотную сторону. Вот как писал Жуков в своих воспоминаниях и размышлениях, «Сражаясь в окружениях и котлах, наши бойцы героически отвлекали на себя огромные силы». И постепенно таял этот потенциал вермахта. Разрушался миф о Блицкриге. То есть замедлялись темпы продвижения. Это дало нам колоссальную возможность, еще раз повторюсь, собрать силы в кулак, эвакуировать наши стратегические предприятия, начать выпуск продукции под открытым небом за Уралом уже, да, и, соответственно, выиграть первую крупнейшую, может быть, величайшую битву, да, по своему значению, битву за Москву, в конце концов. Окончательно развеять миф о непобедимости фашистской Германии, вселить надежду в общую победу. Вот героическая оборона и трагическая система обороны Киева, она, конечно, дала такую возможность. Большой, конечно, ценой далась победа в Великой Отечественной войне. Мне сейчас, конечно, очень грустно, жалко и досадно слышать слова тех, кто, особенно со стороны Украины, нам рассказывает, что все было не так, что, ну, искажает событием по максимуму, не хочу сейчас об этом говорить. Мы с вами все-таки говорим о том, что на самом деле происходило, происходило, и вот это начало войны, сегодня мы как раз вспоминаем 41-й год, оборону Киева, да, трагедия, большая трагедия, но действительно, как уже идет анализ исторический, трагедия, которая дала фору. И, может быть, если бы не эта трагедия, возможно, и не было бы обороны Москвы и дальнейших успешных уже наступательных операций нашей армии. Ну, вот хочу еще раз заострить внимание на этой важной детали. Вот, все-таки, с чем измеряется категория побед и поражений? Конечным результатом. Я бы ни в коем случае не говорил о поражении все-таки. И уже эту деталь я озвучивал. Командующий 21-й армией героически сражался под Киевом. Василий Иванович Кузнецов командовал 3-й ударной армией при взятии Берлина, бойцы которой водрузили 1-го мая красное знамя над Рейхстагом, Егорова Контария. То есть, 3-я ударная армия брала Берлин и водрузила знамя победы под командованием того же самого Василия Ивановича Кузнецова, который оборонял в этом котле Киев. Вот это, наверное, лучше не скажешь здесь, да? Вот это символическая деталь, очень знаковая деталь. И многие бойцы и командиры, они, получив этот опыт, они, конечно, его использовали при освобождении Европы от коричневой чумы фашизма. Что касается позиций нынешних украинских националистов, ну, я просто хочу обратить внимание, вот примерно в эти же дни, примерно там с 1 по 7 июля, да, карательный батальон Нахтегаль во главе с нынешним героем, в кавычках, Украины Шухевичем уничтожил порядка трех тысяч евреев во Львове, зверски убитых. То есть, вот сегодня эти люди героизируются обезумевшей насквозь продажной киевской хунтой, захватившей власть в 2014 году. И уже вскоре после занятия Киева, а именно 29-30 сентября, начались первые массовые расстрелы на северо-западе Киева в урочище Бабий Яр. Мы знаем, что там расстреливали евреев, расстреливали цыган, расстреливали военнопленных Красной Армии. Всего было уничтожено свыше 150 тысяч человек в этом страшном урочище Бабий Яр. И уже 29-30 сентября было расстреляно 3771 человек еврейской национальности. Сегодня их память попирается, она забывается и предается нынешней продажной, насколько я повторюсь еще раз, и обезумевшей киевской хунтой. Вот недавно Зеленский заявил, что он там собирается херсонщину возвращать, в кавычках так сказать. Но это говорит о том, что эти люди совершенно неадекватны. И запад, коллективный запад, который, как мы знаем, покрывал многих нацистских преступников. Вот тот же Гудериан. Мало кто знает об этом, но Гудериан ведь практически ушел от наказания. Хотя его доля вины за эти расстрелянные, загубленные жизни, конечно, колоссальна. В Абимеру в том числе, да? А он был военным советником, который помогал создавать военную мощь Западной Германии сразу после окончания Великой Отечественной войны при поддержке наших западных партнеров. И таких примеров очень много. И таких примеров очень много. А идем украинского национализма Донцов. Самое главное о том, как это было. И, я думаю, будем рассказывать и в нашем эфире. Вам большое спасибо. Уже время завершается. Наша эфирная. Большое спасибо за вот этот подробный, такой яркий анализ исторических событий. Я напомню, в гостях у нас сегодня был доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, исторического факультета Таврической академии КФУ Андрей Ишин. Благодарю вас. До свидания. Всего доброго. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник» в Крыму.